Вторая победа подряд. Что это такое? Слов от того, что всё пропало, команда перешла к великим достижениям. Серёг, ну смотри, вторая победа подряд, но вторая победа абсолютно неубедительная. То есть по содержанию говорить о том, что какой-то есть прорыв, не приходится. Да, ребята эмоционально сплотились, отрабатывают. Я считаю, как бы такие победы на морально волевых, эмоциональные. На качестве игры пока говорить не приходится. На ваш взгляд, каков итог работы предыдущего менеджмента, если кратко говорить? Кратко, то есть за всю историю клуба, наверное, это самое худшее. При самых больших финансовых выливаниях, это было самое плохое время для клуба. С чем вы это связываете? Ну, я в первую очередь связываюсь с очень низкими профессиональными качествами тех руководителей. Но давайте их назовем. Вы имеете в виду прежде всего спортивный блок? Кого именно? Генерального директора? Главу совета директоров? Кого? Я имею в виду в первую очередь плотника. Почему? Потому что именно он набирал состав топ-менеджмента, который здесь все говорил. Ну, а дальше по списку Томас со всей своей командой немецкой, со всеми тренерскими назначениями. А что касается генерального директора, для меня очевидно, что это человек, который выполнил роль подписанта и от него в меньшей степени зависело какие-то там решения. Ага. Было крайне жесткое высказывание агента Шпинева, который потом повторил Андрей Червиченко. И мотив высказывания был такой, кто же сядет в тюрьму? Настолько жестко? Ну, знаешь, для того, чтобы подтверждать, что кто-то должен сесть в тюрьму, нужно провести как минимум аудит. Да, и чтобы понимать, целевое назначение были, потраченные деньги были или есть какие-то непонятные схемы и деньги были уведены. Поэтому, наверное, Вадим это сказал больше эмоционально, чем объективно. Потому что для того, чтобы говорить о том, кто тут, собственно, все в тюрьму, нужно провести аудит и посмотреть на цифры. Но по вашей информации он будет проведен аудит? Ну, вообще, это решение. В любом случае, когда топ-менеджмент будет меняться, то это правильное решение было бы провести аудит, чтобы, не дай бог, на них уже не прилетело от бывших руководителей. Ага. Понял. На ваш взгляд, вот сейчас правильные ли были составлены контракты? Просто исходя из того, я читаю сейчас, гражданину, который 2 недели отработал, заплатили неустойку. То есть, я понимаю, что и всем уволен, он тоже будет платить неустойку. Зачем это было сделано? Можно ли были иначе составить контракты? Ну, все возможно, но те ребята, которые были уволены, это были ребята, приглашенные по... Ну, как бы это было решение Томаса, да? То есть, это люди, я так понимаю, ему не посторонние. Он знал, что... Я так думаю, что он предполагал, что его время уже подходит к концу. И, возможно, это было сделано именно с умыслом того, что даже если его уволят и придется увольнять ребят, чтобы ребята, по крайней мере, получили какие-то там финансовые гарантии того, что они сюда приедут и уедут непростые. Ну, я так думаю. Какого Вы мнения о новом главе совета директоров? Я очень хорошего мнения, потому что у меня была возможность с ним поработать. И когда вперед моей работы в клубе Юрий Дмитриевич был в совете директоров, он был очень активным участником. Не только там на советах, а именно принимал участие в жизни клуба. Он приезжал постоянно на стадион, на игры и казанки, и молодежки, и женской команды. Он был погружен в процесс полностью. Он понимал, что, где, как, и происходит. Поэтому, я думаю, у него все получится. Но я правильно понимаю, что мы его сейчас не видим? Он где-то за границей, да? Я не знаю. Говорят, да, что он где-то в отъезде. Ага. Просто говорят о фигурах Паляцкина и Хабарова, но это чертановская история. И есть опасения, что теперь придут футболисты Самары, и это опять новые затраты. Слушай, ну, чертановская история, она довольно понятная. Потому что Юрий Дмитриевич тоже знает прекрасно всех этих ребят. И, соответственно, вполне возможно, что этот вектор будет. А по поводу того, что придут и не придут, ну, в любом случае, клубу требуется усиление. Вот, если будет возможность там за нормальные, за нормальные финансы приобрести там этих ребят. Но почему нет, какая разница, откуда они. Ага. Но тогда логично в этой ситуации в качестве главного тренера звать Осенькина из Самары, а не Галактионова из Нижнего Новгорода выдергивать. Ну, почему? Ну, то есть, когда менеджмент из Чертанова, футболисты из Чертанова. Гима Баляцкин очень давно также знает Мишу Галактионова. Он в свое время, работая в РПС, приглашал его на работу вначале в юношескую сборную, потом молодежную. Поэтому он прекрасно знает, на что способен Миша. И если там была его инициатива, она понятна. Ага. Но говорят, что приглашение Галактионов – это еще инициатива Александра Плутника, который ушел де-факто. Ну, ушел де-юро, но не ушел де-факто. Может быть. Может быть, ему кто-то посоветовал, он согласился с этим. Ага. Но я еще раз говорю, что если эта договоренность есть, даже, например, в предыдущем руководстве, то она не вызовет отторжения у новой команды. Ага. То есть, это вполне понятный тренер даже для него. Но вам понятно, приглашение тренера, он не провел ни одного полноценного сезона в РПЛ. Я с уважением к нему отношусь. Есть достижения на молодежном уровне, но ни одного полноценного сезона нет в РПЛ. Ну, парни просто сломают карьеру, на мой взгляд. Ну, у меня тоже есть сомнения, в плане чего, что, конечно, опыта маловато, и команда находится в тяжелейшей ситуации, когда, скажем так, нужно будет много резать по-живому и принимать непопулярные решения. Риск очень большой. Ну, я думаю, Миша взвесил все риски, и если он дал согласие, он понимает, на что он идет. Угу. Читали высказывание госпожи Сморозко, которое назвала Юрия Павловича «збитым летчиком»? Как вам это высказывание? Ну, это старые обиды, конечно, это эмоциональное высказывание, но какой Павлович «збитый летчик»? Павлович тот человек, который доказал всем, и ему ничего не надо ни отвечать, ни комментировать на все это. Человек, который сделал для этой команды все, практически все. Поэтому, ну, все люди бывают, может, плохое настроение было. Юрий Павлович тоже тогда на банкете сказал, что у него нет конфликта с футболом. Нет, что у него нет конфликта, у Ольги Юрьевны есть конфликт с футболом. Да, вот так он сказал. Не поступало ли вам приглашение вернуться в «Локомотив» в каком-либо качестве? Нет, вообще ничего не поступало, ни с кем не контактировал, никаких банков не было. А применительно к «Спартаку»? Тоже, я тоже читал все вот эти, ну, не комментарии, а все заметки. Инсайды? Инсайды, да, нет, ничего не было. Понял, спасибо большое. Конечно.